МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Так началась перемога. В Камарине отзначили 75-ю годовину вызволения. Ветер и дождь на дворьянах и темтедне будет с оправдой осеньским. В самый счастливый момент життя разом батькам дозволили наведывать родильные домы. Петриков, город Красунь, представницы этого региона, заняли три призовые места конкурсу «Полеская прихожунья». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Криминальная ситуация в Беларуси поляпшается. Про это сегодня президенту доложил керавник Министерства внутренних справ Игорь Шуневич. На 3% изнизилась колькость потерпелых от злочинствов. Миновита динамика у основных на керунках боротьбы со злочинностью цикавила сёння керавника державы. Особливый акцент президент запотребовал зарабить на боротьбу с бытовым насилием у приватности на селе. Так само керавника державы цикавила боротьба с коррупцией и экономичными злочинствами и новая законодавчая инициатива Министерства у сферы боротьбы с незаконной миграцией. Я ознакомился с материалами по вашему докладу сегодня. Поэтому очень кратко о криминогенной ситуации. И не только по итогам за 8 месяцев. Это почти ни о чём. Мне динамика нужна. Что происходит в динамике по основным направлениям борьбы с преступностью. И самое главное – это те вопросы, на которые мы обращали внимание. В квартирах, в домах, в семьях, в сёлах мы обращали внимание на село, что там происходит у нас, какова там динамика. Потом мы готовы доложить о некоторых направлениях борьбы с экономическими преступлениями. В том числе и вопросы противодействия коррупции по линии Министерства внутренних дел. Третье – вопросы миграции. Что-то надо нам в законодательстве поправлять, как считают Министерства внутренних дел. Если так, пожалуйста, обсудим. И еще одна встреча с представниками силового блока. Закрыть белорусско-украинский участок мяжи для контрабандистов и криминалов, модернизовавший погранкомитет за кошт новых мобильных и боездольных подразделений, маневрных групп. Такие пропоновые унесли сегодня Совет безопасности и пограничный комитет. Кировник державы подтвердил саму необходность у смоцнение обороны хранит, а леза потребовал до человека пролечить необходную колькость таких подразделений. Головный критерий – эффективность и отдача адноваций. Механичного повеличения не будет, отзначил Александр Лукашенко. У городским поселку Камарын пройшли урочистости промеркованные до 75-ти годзе вызволения этого населенного пункта. 23 вересня 1943 года он стал первым районным центром Беларуси, занятым частями Червоной армии. На юбилейных мероприемствах побывал Олег Синцерову. Урочистости у Камарыне открывая шести поголовные улицы, потом в сельском совете подлечить, удел у им приняла больших половых местовых же хоров. А еще депутаты национального сходу, представники погранкомитета, Министерства по незвучайных ситуациях и милиции, а так само удельники Марша Миру. У вересня 1943 Камарын стал первым районным центром Беларуси, вызволенным от насильских захопников. Напоминавтых подеях братская могила у центра поселка. По официальных дадинах тут поховано 799 шервонармейцев. Правда, частка из них загинула после вызволения Камарына. Их перезахование отбалось в 80-х годах минулого 100-го года. Что это же за хронологией подеях, то в вечер 22-го вересня 15-й стрелковый корпус 13-й армии захопил невеликий плацдарм по Мишкамарыном и вёской рукоеды. 23-го началось наступление. Немцы пытались сбросить наши войска назад в Днепр. Сюда были брошены танки. И здесь были тяжелые бои, тем более, что танки приходилось останавливать либо гранатами, либо легкими. Ну, не вся артиллерия, то есть не удалось сразу переправить, скажем, даже 45-ки не везде были переправлены. В основном стрелковое оружие. Вот некоторые останавливали просто гранатами. После вызволения Камарына частку его Жихаров призвали в Червоную армию. Далейшие бои были особливо жорсткими. Для того, как пройти меньше 50 км до Брагина, спотребовалось два месяца. Ну, что я вспоминаю? Я вспоминаю самые тяжести, самые горы, самые несчастья, все я это вспоминаю, потому что невозможно было. А таки преодолели, пошли дальше. Сегодня помненьки военным-возволителям у Брагинском районе находятся практически в каждой вёстце. За их станом сочетать местовые сельсоветы. Свои мероприемцы тут проводят научные установы. В опушных годах шефство над мемориалами взяли ещё и пограничники. До речи в Аурочистостях, промеркованных, до 75-ти годов возволения Камарына, и они приняли самый активный удел. Все братские могилы, они находятся под, скажем так, чутким патронажем тех застав, которые находятся на участке той братской могилы. И, соответственно, здесь проводятся все мероприятия, знаковые, и традиции, ритуалы. С весны этого года в Камарине ведутся активные работы по добропорадкованию. По особенности, разум с Брагином, он повинен стать узором для всех інших городских посёлков. Непосредственно до юбилейных урочистостей все запланованные работы не завершили, але об их масштабности можно мерковать уже зараз. В этом году у городского посёлка Камарын новый этап развития – капитальный ремонт с элементами реконструкции. Этот термин можно применить практически до всех местовых объектов социальной сферы – школы, детячего сада, больницы, культурно-спортивного центра. У этого спецпервы утворения можно додать так само ремонт дорог и замену инженерных коммуникаций. Обращаться до конца года у Камарыне повинна заявиться новая парковая зона, присвеченная 75-ти годов возволения городского посёлка. ЕГЭ-проект зараз проходит опошнее узгоднение, а ЕГУ в целом концепция затвержена. Подготовлен проект реконструкции парковой зоны, который будет посвящён этому событию. И к этому событию приурочена также установка стелы, которая символизирует штыки, стилизованные, устремлённые ввысь, как знак победы, которая будет незыблена и будет сохранена нашим потомкам. Также будет установлена военная техника там. Кроме того, естественно, не будут забыты и подрастающие поколения. Мы установим красивый, интересный игровой детский комплекс. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомик». Праца на полях протягивается. У Беларуси поспели убрать больше за полову площадь Бульбы. У Гомельской в области убрано 37% до плана. Накопано свыше 48 тысяч тонн. Уроджайность складает 234 центнера с гектара. С третьей площадь убрана и кукуруза на зерне. Уроджай заважил омаль 120 тысяч тонн. А вот уборка цыбулей идет до завершения. Я ее собрали на 77% площадь. Все лето в осень затрымалося амаль на месяц. Веросень радовала беларусов вельми теплым и солнечным надворьям. Але природа все ж таки вырошила нагадать, что за вакном не лето. Прогноз про погаршение умов надворья синоптики огучили загаде. Але такие резкие перепады все равно став неприемной нечеканностью. Температура поветра завтра в день не перевысить 12 градусов. Будет муть моцный порывистый ветер без дождю. У сираду ветер крыху стихнет, слубки термометров в день не узнимутся выше за 13 градусов. Дождю так само не чакается. А вось начать вверх метарологи объявили, оранжевый узровень небеспеки в связи с несприяльными умовами надворья. Обецают моцный ветер. Его порывы будут досягать 17 метров за секунду. Пройдут дожды. Температура поветра будет находиться в межах от 11 до 13 градусов. Потеплее только в пятницу. Опадков не прогнозуется. А слубки термометра покажут до плюс 17. Але в субботу дожды вернутся и знову похолодая. Протягиваем выпуск. Родильные дамы Беларуси отшинили дверы для татов и близких родных, які ожидают наведать молодую мать и немауля у першые дни послеродов. Недавно Министерство Аховы Здоровья изменило регламент наведываний в этих специализованных установах. Про то, как нововведение выглядит на практице – наш наступный сюжет. Отримать салуду от радостных моментов першых веден життя новонародженных батьки смогут разом. Коли ранее доступ до мамы и дитяти у родильню отримливали только те, кто згаджался на партнерские роды, зараз уступило в силу новое решение Министерства Аховы Здоровья. Зменился регламент наведывания родильняв. А значит, батьку и инших близких людей будут пускать в палату. Молодая мама сама определяет круг лиц, которые могут посещать ее, сама определяет необходимость этих посещений, как часто это может происходить. Папы могут пообщаться с медицинским персоналом, задать вопросы по уходу за новорожденной родильницей, потому что мамами женщины становятся еще с момента вынашивания ребенка, а отцовский инстинкт приходит позже. Заявление на свет детяти – колоссальный физичный и эмоциональный стресс для женщины. Но все это – от родов до первых самых складанных для матери и немовляй день в родильном доме, а маль для каждого отца – проходит небы за кадром. Отвез женку в родильню, почувствовал радостную вестку, привез передачу, по гутеру по телефону про несколько дней забрал пригожий скруток, перевязанный ружевой або блакитной стужечкой. А так, благодаря знакомству с дочкой и сыном в первые дни, батьковский инстинкт прочнется крыху ранее. Правда, тем, кто будет наведывать породих у дитя в палате, необходимо памятать про некоторые умовы. Условий есть несколько. Самое главное условие – это отсутствие инфекционных заболеваний. И в интересах родственников не скрывать наличие этих инфекционных заболеваний, которые могут проявляться в виде сыпи, температуры, кашля, насморка, потому что это может негативно отразиться на здоровье ребенка. Вправка для посещения не требуется, это визуальный осмотр и сбор анамнеза. То есть при посещении родильного дома акушерка беседует с родственниками, есть ли у них признаки инфекционных заболеваний. Если их нет, значит отец, бабушка, сестра, брат допускаются к посещению родильниц. Коли женщины лежат в агульной палате, требует отримать сгоду на наведывание у других молодых мам. Иначе все встречи пройдут в холле отделения. Гостей в палаты Мазирского родильного дома пускают уже несколько дней. Правда, особенной активности по куль не назираются. Мабуть, как и до всего нового, до отчиненных дверей просто требует привыкнуть. Марина Джалая, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазир». Под час проведения международного фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полесься» у агрогородку Лясковича отбылся конкурс «Полесьское прихожение». За звание самой пригожей девчонки змогались 11 выдатных белорусок с Петриковского, Столинского, Пинского и Лунинецкого районов. В финале конкурса у дельницы проявили максимум грации, пяшчоты и элегантности. Журы оценивали их мастерство дефиле, творческие должности и умение проявить себя. Конкурс «Полесьское прихожение» в нашем регионе проводится с 2014 года. Постоянные его организаторы, Центр моды и прихожости, Крыштальная нимфа, при поддержке Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодей Гомельского обл. Конкама. Все лето переможные титулы завоевали представницы Петрикова. Первая вице-мисс названа Маргарита Володькина, другой – Александра Попок. Счастливой владельницей заповедной короны и гонорового звания «Полесьское прихожение» 2018 стала Юлия Яросеменко. Организаторы конкурса уручили переможцы, каштоуны приз от компании «Крышталь» не застались без подарунков и иншие удельницы. Гэты, а так само иншие новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Добружским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины в ее собственном доме. По данным следствия, в минувшую пятницу в ходе конфликта между супругами женщине были причинены телесные повреждения, в результате которых она скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 60-летний супруг погибшей. С целью установления всех обстоятельств происшествия и точной причины смерти женщины назначен комплекс экспертных исследований. Готовятся материалы для предъявления обвинения. На территории Гомельской области за прошедшие дни зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и четыре человека получили телесные повреждения. Утром в пятницу 84-летний водитель мотоцикла с коляской, двигаясь по улице Чапаева в Петрикове, совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте. В этот же день уже 25-летний байкер в деревне Светиловича Ветковского района неправильно выбрал скорость и упал со своего железного коня. Мужчина с травмами госпитализирован. В субботу 19-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Ровер» со стороны Речицы в направлении Лоева, совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Форд». Последний от удара съехал в Кювет, где несколько раз перевернулся. В результате ехавшие в качестве пассажиров 55-летняя женщина и ее трехлетняя племянница с травмами доставлены в больницу. А в Гомельском районе 44-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на «Аудио А6» в деревне Ивановка врезался в сарай, расположенный во дворе жилого дома. Пассажир, 43-летняя женщина, также была доставлена в больницу, но после осмотра и оказания медицинской помощи была отпущена домой. При ДТП с двухколесным транспортным средством в первом случае дедушка не предоставил преимущества в движении автобуса и попал под автобус. Во втором случае молодой человек не справился с управлением и опрокинулся. В случае с автомобилем причина банальна. В первом случае водитель не соблюдает дистанции. Во втором случае водитель не справился с управлением. В результате произошло дорожно-транспортное происшествие. Не менее напряженными выдались выходные и у спасателей. В субботу гомельские огнеборцы тушили пожар в квартире многоэтажки по проспекту Октября. По прибытии расчетов к месту вызова из окон на третьем этаже шел дым. Пенсионерка 1928 года рождения проживала в Двушке вместе с сыном 1956 года рождения. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасателями в квартире был обнаружен труп сына хозяйки квартиры. Сама же женщина была обнаружена в негорящей комнате на диване в бессознательном состоянии. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Она была госпитализирована. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. В воскресенье светлогорские спасатели оказывали помощь ребенку. При посещении магазина в Светлогорске мальчик проснул голову между металлических перил, а вытащить обратно не смог. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента перекусили пруд металлической конструкции и освободили ребенка. После осмотра работниками скорой медицинской помощи мальчика отпустили домой. Такой обзор в происшествии к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жодинская торпеда прервала шестиматчевую беспроигрышную серию Гомеля во втором круге чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Автозаводцы с минимальным счетом на своем поле одолели зелено-белых. Единственный мяч в этом матче на 60-й минуте забил Дмитрий Юсов, замкнувший головой навес партнера. Несмотря на поражение в турнирной таблице, Гомель сохранил за собой девятое место. 1 октября команда Алексея Меркулова на выезде играет с Неманом. Гродинская команда пока располагается на восьмой строке таблицы чемпионата. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» потерпела третье поражение в чемпионате. На этот раз подопечные Сергея Цыганкова уступили игрокам могилевской команды «Машека». Первый тайм в целом выдался достаточно равным. Команды шли вровень. К перерыву хозяева площадки уступали всего один мяч. Во второй половине преимущество гостей стало более весомым. Финальный свисток зафиксировал счет 22-27. В определенные моменты гомельские гонболисты взрывались и казалось способны уйти от поражения. Но одного старания оказалось мало. В послематчевом интервью главком команды назвал основные причины поражения. В чем причина поражения? В первую очередь вижу это в выходах один в один. Мы не реализовали 7 или 8 выходов один в один. А у них команда забила все в один в один. Второй момент – это игра в защите. Мы сегодня абсолютно не сыграли в защиту. Ту, которую планировала, которая была на установке. Ну и третий, наверное, настрой Машеки на эту игру был больше, чем у наших молодых ребят. Потому что, к сожалению, замена ограничена. В связи с удалением Князева приходилось выпускать ребят, которые еще в таких мясорубках, может быть, и не были. Следующий поединок подопечные Сергея Цыганкова проведут 29 сентября на выезде против Гродненского Кронана. В гомель вернулся мужской волейбол. Сначала успешно отгремел поединок за суперкубок Белоруссии между Минским строителем и Солигорским шахтером. А уже на следующий день на площадку спорткомплекса «Локомотив» вышла гомельская энергия. Напомню, что мужского профессионального волейбола в нашей области не было 4 года. Первую официальную игру новой команды-болельщики, которых, к слову, собралось немало на трибунах, ждали с особым трепетом. Для игроков тренерского штаба и руководства дебют был крайне волнительным. Как неоднократно отмечалось ранее, это своеобразная проверка на прочность. Очень важный экзамен. Не зря вчера мы провели суперкубок. Это была наша инициатива для того, чтобы зрители пошли на волейбол, вспомнили, что 4-5 лет назад был волейбол в гомеле. Силой федерации, силой руководства области, руководителей предприятий, которые оказывают нам поддержку, мы хотим вернуть волейбол в гомель. Забегая вперед, можно сказать, что команда сдала экзамен на «Отлично». Первую игру «Энергия» проводила со столичным «Иргор-2001» в рамках 1-8 финала Кубка Беларуси. С самого начала зрители погнали игроков вперед, и те сполна отблагодарили за поддержку. Гомельские волейболисты сразу же дали понять, кто хозяин на площадке и не давали усомниться в себе вплоть до завершения матча. Как результат, безоговорочная победа 3-0. Стоит отметить, что каждую из партий «Энергия» заканчивала с хорошим запасом. 26 сентября станет известен соперник по четвертьфиналу. А уже в субботу «Энергия» стартует в чемпионате в дивизионе «А». Поединки первого и второго туров пройдут дома. 29 и 30 сентября в Гомель приедет команда «Коммунальник» из Могилева. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.